Добрый-добрый-добрый день всем еще раз! Команда Invictus Gaming против Team Malaysia. Это старт серия, это верхняя сетка. И малайзийцы сейчас проигрывают Invictus Gaming. Проигрывают вполне закономерно, проигрывают по игре. Да и по уровню малайзийцы смотрятся немного пониже, чем Invictus Gaming. Ну что вы хотели? Team Malaysia, даже несмотря на некоторых звезд в составе, все-таки коллектив относительно новый и молодой. И поэтому неудивительно, что таким мастодонтам, как Invictus Gaming, они первую катку слили. Ну и что? Серьезные изменения в меди-команды Малайзия. Забрали себе Dark Seer'а и взяли себе Гирокоптера. Собираем всех под кулдаун. Туда орет Квапа. А туда ставится стенка Dark Seer'а. И если повезет, Леон всех на 2-3 секунды застопит под копом. Ну, тогда будет просто великолепно. Если не будет, то, конечно, Invictus Gaming не почувствует в итоге своих оппонентов. Но пока что по пику Team Malaysia выглядит очень грозно. Есть Чен, который на ранних лвелах поможет заработать голду. И Гирокоптеру, и Dark Seer'у, и Квапей, и Леон. Да всем вообще поможет при наличии маломальски хорошего пуша. А Invictus Gaming, по идее, должны выходить в лейт. Забирает себе Феррари Снайпера. Опять забирает себе Снайпера. Чуань будет саппортить на Linux C. Будет у нас играть на Шейкере. Бёрнинг будет играть на Морфлинге. И Фейт забирает себе Тренд Протектора. Бёрнинг на Морфлинге, это страшно. Это очень страшно. И если малазийцы найдут какое-то оружие ответное, то будет хорошо. Вроде бы это куху на Гирокоптере. Но вроде бы. Пока что странно даже... Ну, страшно представить, что расфармленный Бёрнинг на Морфлинге сможет сделать не только с командой Малайзии, с любой командой вообще. Кси побежал первым. Под смоком. Команда IG во вражеский лес. В принципе, если найдут здесь малазийцев, то на ранних лвлах должны разваливать. Что стоят все на реке под смоком. Здесь один Кецекимбан на Квапе. Пока что ничего себе не вкачал Фейт. Увидел здесь Кецекимбу. Блинк сразу же. Качает Квапа. Вытаскивает как можно дальше на себя соперника. Заманивает его в лес. Но здесь в пятером оказываются игроки команды IG. Всё, что надо было проверить, проверили. Поставили в центре, заблочили один из спаунов. Теперь малазийцы понимают, что что-то не так. Ещё один в центре на ещё один спот крипов. Всё, IG своё дело сделали. Они отогнали немножечко игроков команды Малайзии отсюда. И завардели весь лес. Отводов. Да и не только отводов. Вообще фарма для Чена не будет по факту на ранних лвлах. Что делать Джонни непонятно. Срочно надо центряками всё развардить. Так. Да. В принципе вижен должен быть. Но Джонни... Как увидеть? Как увидеть данный вард? Собственно мне кажется никак. Надо ставить ещё один обсерв сюда. Джонни теперь понимает, что что-то не так. И крипы здесь скорее всего не появятся. Обсерв уже должен бежать. Если так. Неужели увидел? Увидел? Да. Поближе подошёл и увидел. Не очень понял как на хайграунде вообще вижен появляется для команды Малайзии. Ну значит это возможно. Видимо не так высоко находится данный томп. Ну и здесь тоже должен видеть. Ну в любом случае уже пачка крипов не появилась. Он об этом знает и здесь тоже пачка крипов не появилась. Спот заблочен. И Джонни просто бедняга. Бедняга Джонни. Айджи сделали очень важный шаг. И на ранних лвлах Джонни остаётся без фарма. У него фармить только вот. Да и тоже глиняного голема себе не заберёшь. Сюда приходить надо. Надо приходить сюда. Здесь кси. Здесь уже какая-то неприятность для команды Малайзия будет. Ну Джонни по-прежнему без крипов, без возможности фармить. И возможность пушить тоже отрезается. Куда деваться Джонни пока что непонятно. Он отправляется во вражеский лес. Не дали фармить своём. Буду в чужом. Забирает Урсу. Так, снайпер у нас на лоу хп. Гонится за ним Чуан. Ещё один удар от Чуаня. Чуан здесь убивает Феррари. Феррари... О, Чуан. Чуан динает у нас Феррари. Да, первый фраг не состоялся от команды Малайзии. Но Кеце комбат должен был в принципе добивать снайпера. Не добежал до него. И есть вариант. Я думаю, что просто заденайли у нас Феррари, чтобы быстрее тот отправился на собственный фонтан. И быстрее похиленный прилетел. Ещё и прилетел на вражеском ТП. Ну и что, Феррари в ответ. Пакет Сокимбе. Проходит здесь хедшот. Третий левел, кстати. Квапа снайпер только-только... Третий может забрать. В это время Чуан забирает у нас на нижнем лайне Чена. Доигрался Чен. Ну, что делать? В принципе, было ещё Чен. Обрезали фарм. Обрезали возможность нормально пушить. Одну Урсу взял во вражеском лесу. Топтался на линии. Ну, не простили. Первый фраг для команды Айджи. Первый фраг для Малайзии не засчитан. Потому что там Чуан заденайл. Поэтому по факту Айджи 1-0 выигрывает. Вывезет ли Ухаю эту катку? Кет Сокимбана Мидлейни на Аквапе, мне кажется, проиграет снайперу. Есть все предпосылки для этого. И очень много зависит от Ухаю. Как будет идти дела у Дарксира? Как много фарма заработает Ухаю? Когда у него появится Мека? Или Даггер? Или что угодно. Какой-нибудь важный артефакт, который сломит вообще стройные ряды команды Айджи. И появится ли вообще? Здесь уже стоит фейт в Инвизе. Тренд Протектор ждет момента, когда немножечко поддамажит у нас Феррари своего оппонента. Курьер забирает Тренд Протектор. Вот зачем нужен был этот Инвиз. Боттл у Кет Сокимбы отсутствует. Крипы продолжают не появляться. Спот заблочен. Развордить не удалось. Здесь вард стоит. Ну все, крипы не появляются без фарма Джонни вообще. Чен просто-напросто бесполезный. Первого левела Чен денег никаких. Один Кларити для Чена абсолютно никому нафиг вообще не нужный. Оказался герой. Четыре минуты идет. Чен без фарма, без левела. Дальше только хуже. Дальше любой выход команды Айджи во вражеский лес. И нахождение, ну, обнаружение Чена будет заканчиваться его смертью. На мидлейне стоит Джонни, получает экспу. В это время Квапа у нас бегает... Бегает хилиться на фонтан. Ну, сказать, что Айджи сломали игру команды Малайзия вообще ничего не сказать. Просто на опыте, на скилле пришли и сделали то, что было нужно. То, чего не делали с малазийцами еще никто в азиатском дивизионе. И это другой уровень совершенно, поэтому неудивительно в принципе. Ну что, Фейт отсюда уходит. Фейт спокойненько ножками ушел, подстопил Чуань. Команду Малайзия. В итоге Охайо вместе с Джонни помогает ему фармить через щит. Через Айншел хотя бы какую-то экспу получить Джонни. Чен у нас второго левела. На мидлейне снайпер, на кецэкэмбу. Все, не собирается Квапа драться. Феррари остается один и остается здесь фармить. У него есть Блейдсов Атак, у него Бутсов Спид, Рейсбенд и совсем чуть-чуть до Фейсбутсов остается Феррари. Ну и постоянный Ливинг Арморо, Тренд Протектор. В прошлой катке Фейт просто на ура отыграл. Слишком ранний даггер, чтобы быть правдой на Тренд Протекторе появился. А дальше Овергроуз, а дальше Файты, а дальше Шейкер с Эхо Слемом Кси тоже очень классно отстоял на Шейкере. Может быть так Айджи смотрится на фоне Малайзии. Может быть Айджи по факту настолько сильны. То, что они сильны по дефолту, это факт, да. Но настолько ли или не смотрятся ли они на фоне Малайзии так хорошо? Мы это узнаем, я думаю, уже попозже, уже в следующих матчах. Когда Айджи придется сражаться с более серьезными коллективами. Пока что Айджи оставили неудел несколько коллективов. А Альянс сначала отправили в нижнюю сетку. Вот сейчас разбираются с Малайзией. Их преимущество более чем очевидно. Ну, Альянс оказались не бойцы на фоне Айджи. С Малайзийцем, если будет так же, то будем ждать дальнейших оппонентов данного коллектива. Но игра еще не закончена, в принципе, может и рановато червить начал. Фейт у нас. Под Ливинг Армором подкоп от Муши. Куху на лоу ХП. Ну и должны Фейта забирать. Третий фраг для команды Малайзии. Ну, по факту второй. Одному заданали игроки команды Айджи. Колдаун пошел у нас от Герокоптера. Врывается Кецек Мбай. Нарал у нас на Кси. 4-1 Малайзия. Может не все так плохо. Не дали чену фармить лес. Ну и окей, можно и без леса. Здесь уже спот разблочился. И здесь вард пропадает через 2 секунды. Не будет варда, не будет проблем. Можно как-то Джонни уже и перемещаться в лес собственный. Третий левел для Джонни имеется. Ничего, правда, нет по итемам с собой. Есть только в Стэше Бутсов Спид. Ну и 470 есть для Джонни тоже. Кого-то взять в лесу и попытаться подраться. На Мид Лейне Кецек Мбай 16 на 9. Феррари в это время 26 на 17. Переформил очень серьезно. Он и Творцу. Феррари на третьем месте. 2400 для него. Для Квапы 2300. Разница вроде бы и небольшая. У Квапы есть фраг. Феррари, по-моему, не убивал никого. Феррари только один раз умер у нас. Тоже, кстати, не своей смертью. Точнее, не от соперника, а от своего игрока. 7 минут сыграно. Малазийцы по золоту выигрывают 1500. По экспириенсу 2500. Заблочили лес. Не беда. Это я, видимо, слишком драматизировал. Джонни не чувствует себя плохо. У Джонни есть третий левел. Он по фарму на третьем с конца месте. Фэйты Чуани ему проигрывают. Хотя, вроде бы, и вообще не удел оставляли Чена. Но, как посмотришь, Джонни неплохо себя еще и чувствует. Где-то минуте к 11-12 может появиться Мека. И можно будет уже смело файтиться. На данный момент только с Маками и Вардами закупается здесь Чен. Такая судьба. Крепы свое дело делают. Пока что фармят за него. И левел нужен Чену. Очень нужен левел. Шестой, как минимум. А там уже дальше как пойдет. Уже есть тролль. Уже есть медведи-ман-крушитель. Ну и здесь Муши тоже по чуть-чуть отковыривает по кусочку. Дает возможность Куху набирать левел. У Гирокоптера почти седьмой левел. Вот эта пачка крипов упала. Все, седьмой левел имеется. Есть фейсбуцы, есть ринг оф Аквила. На втором месте располагается Бернинг. На первом Куху. У Бернинга есть базилка. И пока что больше ничего для себя. До Аквила куда же деньги дел Бернинг? А в принципе никуда деньги не делал. Боттл есть. Есть ринг оф Аквилл. Базилус. Есть Пауэр Трэдс. Ну да, то на то и выходит. 3.300 Нетворс у него. У Гирокоптера уже тысяча сверху после Аквила и Фейзов. Куху у нас через Флэг Кэнон. На ракету все забили. Я смотрю не только в европейской и азиатской доте, но и в китайской тоже. Вот Гирокоптер у нас без ракеты. Обычно это Рокет Барадж. Флэг Кэнон. Так нынче работает. Фейд, куда же ты пошел, Фейд, родненький? Просто вышел на... Я не понял. Недоконтролил или... Или Слиф или как это называется. Просто зашел в толпу врагов. Решил, видимо, напугать Куху. Куху не боится вообще. Через кулдаун фармит Крипов. Куху понимает, что все зависит только от него. 4.500 у него Нетворс. Тут надо действительно фармить как сумасшедший. Ну и дальше, скорее всего, за Тауэр. Так у нас по ХП Бернинг просел. Ливен Кармор на него. То, что Куху танкует Тауэр. Он понимает, что здесь у него копейки вообще времени. И надо выжить максимум из этого. Фейд опять пришел. Куху опять через Рокет Бараш. Опять за Фейдом. Фейд в Инвиз. Куху разваливает Тауэр. Ну, этот парень планирует MVP стать матчем. Возможно, для этого и брали у нас Гирокоптера. 2.400 на руках у Куху. Можно уже приобретать себе... Яшу, да, можно и барабаны купить. Покупает барабаны Гирокоптер. Укрепление. Дальше фармить. Дальше давить линию. Нисколько вообще нельзя останавливаться к Куху, если он собирается такую глыбу, как IG, хоть с места сдвинуть. Внизу Бёрнинг. Бёрнинга тоже, в общем-то, оставили в покое. Появляется у него Аквила. Ну, похуже фарм. 3.800 для него и 5.200 уже для Гирокоптера. На 10-й минуте, ну, на Творц выше 500... Ой, точнее, ГПМ выше 500. Это хорошо. Здесь Чуань просто-напросто бегает у нас за Куху. Надамажил половину, ХП забрал. Куху летает на базу. Курьер... Я так и не понял, с чем летал. Курьер просто летал или принёс что-то? ТП, по-моему, Гирокоптеру принёс Курьер. Всё, Куху отправляется опять на линию. У Джонни в это время готова. Хедреска. Есть 300 на руках. Продолжение сборки Мекки у Охайо. Есть 1650 на руках. Стаут Шилд. Бутсов Спид. Охайо пока ничего себе не приобретал. Может, это будет Вангвард. Возможно, это будет ранний Даггер. Под ранний левел. Так, у нас развалилось. Здесь Квапаки. Цикэмбаб получает Ассасинейт от Снайпера. Через Фессуру Шейкера Ву-Ву. И через Ассасинейт от Снайпера. Ну, и, конечно же, Шрапнели удары от Снайпа тоже залетали. Счет 5-4. По золоту Малайзия все равно впереди. 3000 по Экспириенсу. Они впереди на 1500. Пытаются давить Бернингом. Муши здесь. Охайо тоже здесь. Два щита. Крипы очень быстро пушатся. Ну, и Малайзия решила давить и по нижнему лайн. Уже Трипла здесь внизу. Подходит Джонни. Джонни недалеко. У него есть тролль. У него есть Урса. Можно попробовать спушить один Тауэр. Возможно, даже два. Пока Эджин не реагирует, надо идти и пушить. Куху уже здесь. Куху нравится убивать Тавара. Нравится убивать Линии. У него хорошо получается фармить. Ну, и примерно этим Куху и занимается. Еще один Тауэр для Гирокоптера. 5600 Нетворс. Против 4600 от Снайпера. 4500 от Бернинга на Морфинге. Один Терминатор, который должен будет убивать всю команду Айджи. Эта схема на самом деле работает. Это не сарказм, не ирония. Такое в Доте может быть. Гирокоптеру не надо каждого подходить и лично тыкать головой в асфальт. Ему надо просто прожать флэккенон и дамажить по одному. А там умирают все, кто собрался вокруг. Ну и чуть-чуть где-то малазийцы помогут. Тут, конечно же, очень важную роль играет вакуум у нас от Дарксира и Стенка, наверное, тоже. Урсу на Кси. Не подходит пока Урса Кси. Ну, можно и ускорить, в принципе-то. Сёрдж бросай на Медведя и пусть идет на силу Шейкера. Фейт увидел у нас Курьера. Курьера не должны убивать Кецакембана. Фейта, колдаун. Фейт должен здесь умирать. Фейт умирает. Минус. Один делает команда Малайзия. Дальше за Чуанем. Чуаня у нас подстопили. Урса клепает. Минус Чуань. На лохэп Джонни. Джонни погибает. Но здесь Кецакемба. И здесь, в принципе, еще есть кому драться. Где у нас Гирокоптер? Гирокоптер вгрызается в Кси. Шапнель под ноги. Куху. Куху надо сейвить. Квапа наорала на Феррари. Феррари на лохэпе. Куху доминейтинг уже. Бернинг за Куху. Мордип Маск переблетает себе Куху. И быстрее на хайграунд бежать отсюда. Квапа должна улетать. Охайя должен убегать пешком. Вот это по файте Лиз Малайзии. Минус 3 сделали они. 982 по голде. По экспириенсу 1900 заработали в этом файте. 8-6. Они выигрывают. По золоту 4, наверное, с копейками будет. И порядка 3000 по экспе должно быть. Это должно быть. Как будет? Сейчас узнаем. Графики обновятся. Все увидим. У Джонни уже почти готов Баклер. Осталось на рецепт Меккина собирать. Ну, смотрим. Появляется Хэнд оф Мидас для Дарксира. Никаких тебе даггеров. Мидаса купит все. Куху. Приобретает себе Доминатор. Есть у него барабаны. Есть Аквила. Ну что, надо стопить, словить всех. Фейт. Кулдаун не заходит. Заходит. Один удар кулдауна по фейту. Кси. В Куху. Куху должен бежать отсюда. Рокет бараж рубил. Флэг Кенон еще работает. Ракету у нас в Кси. И, скорее всего, герокоптер будет файтиться дальше. Забрали снайпера. Дальше за Бернингом. Ухайя выжигает его как может. Кеца Кэмба за Бернингом. Бернинг перекачивается, но здесь не по шансам. Здесь Дарксир творит просто чудеса на карте. У Куху уже 430 имеется на руках. По фарму на первом месте 7000 для него, 6000 для Бернинга. Но Бернинг в таверне, а команда Малайзия забирает Т1 по мидлейну, я думаю. Ульты нет еще у Чена. Это печально для команды Малайзия. Малайзия. Мекки у Чена тоже пока не имеется. Ну, потихоньку хилят. Тавер пытаются отдефать. Ну, вроде бы у Айджи это получилось. Куху пошел фармить дальше леса. Теперь вражеские на данный момент. Можно и какого-то волка взять с собой. Потаскать не будет лишним. Кстати, здесь он и стоит, и должен об этом знать. Герокоптер ищет, ищет, ищет. Я думаю, волка должен забирать. Нет, волка не забирает. Просто убивает. Куху, ну, ну же. Да, взял с собой волка. Или не взял. Или кого? А кого взял? Кого взял герокоптер? Какого цвета у нас гера? Желтого. Сатира взял герокоптер? Такие дела. 1100 хп. И есть здесь моноберн. Ну, так решил справиться у нас со своим доминатором. В итоге, Куху. Ну что, Сатира просто подарит бернингу. Почему не взять волка чуть-чуть попозже? Не знаю даже. Взял бы с собой волка, бегал бы, убивал всех очень быстро. Много демеджа. Неужели это лишним было бы герокоптеру? Пока что по голде пауза в фарме у Куху всего лишь 700 после появления доминатора. А времени прошло, ого-го, сколько? Минуты две, наверное, впустую по факту потратил герокоптер. Queen of Pain с двумя нул талисманами. Кец и комба собираются как можно поплотнее на данный момент. Ну, пора уже выдумывать какие-то обливиан стафы и выходить в сайленс. У Кси до даггера еще 800. Ну, здесь вот, через Ахаслэм, в принципе, всю эту пачку заберет. Ну и фиссуры с тотемом хватило бы для того, чтобы развалить у нас в итоге всю эту пачку крипов. Посмотрим, через сколько Кси у нас будет уже с даггера. Что ж, ждем. Все, в принципе, мысли только о герокоптере. Либо Куху у нас развалит команду IG, либо IG снесут всех в составе Тим Малайзия. Очень много, да не очень много. Все вообще зависит у нас от Куху, от того дэмэджа, который он будет вносить. Ну и остальные какие-то сопутствующие факторы. Это, конечно же, вся остальная команда Малайзии. Получится ли стащить, получится ли засейвить у нас герокоптера и дать ему возможность жить весь раз каст. Ну, действительно, Тим такой себе. One-man team получается у нас в Малайзии с данным пиком. Огрклап появляется для герокоптера. Собирается выйти в Black King Bar. Ну да, нелепо было бы фармить-фармить себе в серьезный дэмэдж, а потом в итоге развалиться от одного раз каста шейкера или... Или я не знаю, или вообще вот вейфор морфлинга. Аэггис для Малайзии. Угадайте, кто забирает его. Снайпер на топ-лейн. Фейт недалеко. Сюда уже пошел герокоптер. Все через флагкэнон, все очень простенько. Ракета у нас летит с снайпера, ну и продамажить должна неплохо. Второго левела, правда, ракета, но, по-моему, много дэмэджа. Ракета вносит на втором-то уровне. 375 на третьем, 250 на втором. Ну, Феррари не особенно ее почувствовал. Вообще не проблема для него. У Феррари уже есть Энжин Яша, есть Рейсбенд, Фейсбуцы и Танго. Первое место и отрыв на полторы тысячи от ближайшего преследователя по-прежнему за герокоптером. До БКБ только рецепт остался герокоптеру. Дальше у команды Эджи начнутся проблемы. Сатир есть, есть сова здесь. Можно идти... Хотя, что сова? Это уже давно-давно не сова. Никаких совиных медведей у нас. Эта эра закончилась. Просто дико крыл-потрошитель. Больше на Орла или на Грифа похож. Короче говоря, из Орлиных парень. Ливинг Армор. Нон-стоп на Т1, ну... Задефать его никак не получится. Квапа забирает. Данный Тавер. Кухун на топ-лейн. 640 у него по голде. Пока что Малайзия не дерется. Вместе не собирается. Только вот разве что пушить Тавера. Какую-то драку 5 на 5 организовать стоит, наверное... Будет стоить чуть-чуть попозже. Когда появится БКБ на мейнкере. По голде они выигрывают 6000. По экспириенсу 7000 тоже для малайзийского коллектива. 20 минут сыграно. Ну, давайте по вещам пробежимся. Дарк Сир. С Даггером. С Хенд оф Медас. Сол Ринг есть. Боттл и Бутс оф Спид. Для Чена появляется Мека наконец-то. Больше ничего, кроме Тапка. У Квапы 2 обливент Стафаки. Цикимбе остается всего лишь немного до... ...рецепта на Оркет. Но я думаю, один Улл Талисман должен продаваться. И потом уже собираться Оркет. У Гирокоптера до БКБ 250. Есть Аквила, есть Хелмов Доминатор, Фейс Бутсы. Самое интересное, что в дэмэдж Гирокоптер пока что-то и не выходил. В это время Дарк Сиры у нас разваливают во вражеском лесу. Зачем туда пошел, непонятно. У Леона есть Даггер. Муши с Даггером и Тапком. Больше ничего вообще. Ну и Киа Цикимба приобретает себе Оркет. У Шейкера в это время есть Даггер. 600 сверху, Транквил Бутсы, Сол Ринг, Кси. И свою программу минимум выполнил. У Морфлинга есть Ultimate Orb. Больше для Бёрнинга пока ничего не приобреталось. Но у него 2700 имеется. Ну что, и Киа Цикимба решил слиться. Какой пёс так подставляться, непонятно. Как там Гирокоптер за всех будет отдаваться, если вся команда будет по одному просто-напросто отдаваться своим соперникам. У Снайпера есть Мордип Маск, Сенжин Яша, Фейс Бутсы и Рейс Бент. Ну и, конечно же, рецепт на Мом летит для Феррари уже. У Тренд Протектора Аркан Бутсы больше ничего. 750 на руках. У Лины есть Транквил Бутсы, Урнов Шадлз и 1000 по золоту. Ну ждём от Морфа активных действий. Рецепт на Линку появился. Денег на Персик уже хватает. Бёрнингу самое время принести себе Линкен Сферу. У Бёрнинга профессиональное снаряжение от Бёрнинга. На Морфлинге, ну, неудивительно. Игорь сыграл столько, сколько, наверное, не каждый просто в доту сыграл. На данном герое. Шейкер в это время забирает у нас Дарк Сира. Вы что, издеваетесь, что ли, а? Малайзия просто поплыла. 6000 выигрывала по золоту сейчас. И 7 по Икспе. Сейчас по Икспе выигрывает всего лишь 2000. По золоту 2500. 3500 просто на ровном месте. Берите, нам не нужно. И куху осталось только под фиди. Сбивает у нас Линкен Сферу Бёрнинга. Сайленс ловит у нас Кси. Отходит отсюда. Эхо Слэм в любом случае Кси дал. Развалили этим Эхо Слэмом Дарк Сира у нас и Леона. Поэтому Сайленс, не Сайленс, не проблема. Даггер у Шейкера уже имеется. Ждём следующего Эхо Слэма. Куху смещается на нижний лайн. Здесь как раз подошёл его корм. Флэг Кэнон четвёртый. Всё, в принципе, четвёртое, кроме ульты. В 2 прокачана ульта и 14 левел Гирокоптер. Так, в принципе, все скиллы уже промаксаны у нас Куху. Насколько это было возможно. 2500 Малайзия по золоту. По Экспириенсу 1000 Малайзия. Под Смаком Малазийцы. Квапа бежит первая. Куда, 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 куда пошёл Леон? Леон пошёл на нижний лайн, где Муши прячется у нас в кусты. Если что, будет файт за Т2, как я понимаю. Муши просто прыгнул в кусты и здесь и тусит. Муши и здесь неплохо. Ну, решили Малазийцы, значит, подпушить у нас Т2. Ну, посмотрим, будет ли Айджи файтиться за него. Охайо с Даггером. Если увидит Кси, надо бежать отсюда. Всё, через Сёрдж быстрее валить отсюда. Дарк Сир за Руной и вниз к своей команде. Кси ловит у нас Охайо. Стягивают Кси на топ-лейн. Ой, на хайграунд точнее. Вынужден Шейкер отправляться на собственный фонтан. Муши уже ждёт, в кого можно ворваться. Но здесь есть Ленка. Просто так не ворвёшься в Бёрнинг. Либо Хекс, либо Подкоп. Что-то будет потрачено. Куху с БКБ. Ещё не приходилось юзать. Будем ждать файта. Айджи на мид-лейне. Три героя. Тренд протектор не летит. Ну, неужели просто отдают Т2 игроки команды Айджи? Видимо, видимо так. Ну, раздают играть, всё. Идём на собственный Т2. Дефа МВОИ. И проходим по мид-лейну. Куху уже летит на Т2, на мид. Опять же здесь по корму всё в порядке. Флэгкэнон включил. Всё выфармливается на ура. Чуаня даггера нет. У Фейта тоже нет даггера. Команда Айджи немножко здесь прохудилась. Хотя и по фарму вроде всего тысячу проигрывают. По экспе вообще в ноль вышли. Пока там Таурапуш или Снайпер всё это время фармил. У него 14-й левел. У него немало денег. У Морфлинга уже 15-й левел. Бёрнинг. Муша врывается на Бёрнинга. Сразу же Бёрнинг. На репликейт у нас улетает на топ-лейн. Не дождались чуть-чуть. Ну и стенку просто-напросто просрал у нас Дарксир. Иначе не скажешь. Думали быстро справиться с Бёрнингом. Не получилось. Лингенсфера решила все вопросы. А здесь по реакции Бёрнинга сомнений, я думаю, ни у кого не было. По экспе ноль. Ноль. Тут 70 разница. В пользу команды Малайзия это не считается. Куху врубил БКБ. За Чуаня. Ракету поставили. Чуаня у нас без Юула, без Даггера. Чуаня отсюда не должен уходить. Кецикымба дальше за ним. Скорее всего, саппорта разменяют. Кулдаун пошел у нас от Куху. Чуаня развалили. Капитан команды Ай-Джи отправляется в таверну. Ну, малой кровью оделались. Ай-Джи могли бы посильнее пострадать. Чен уже такое стадо с собой возит. Три Дикокрылопотрошителя. Неужели это все ради... Ради Торнадо? Даже не знаю, что сказать. Сколько Торнадо дамажит? Не понимаю, сколько в итоге дамажит Торнадо. Ладно, может, когда-то попозже узнаю. В чат, если не сложно, напишите, кто владеет инфо, сколько Торнадо дамажит. Что Кецикымба уходит у нас от Бёрнинга. Вейформ через 5 секунд. Надо быстрее лететь отсюда к вайпе. Разорвет же её Бёрнинг и не спросит, как зовут. Вейформ уже готов. И квапа у нас уже улетела. Муши ждёт своей очереди. Ждёт возможности ворваться. Скорее всего, ворваться надо в Кси. В Бёрнинга ворваться нет смысла. Кси здесь ждёт. И ждёт, когда Муши появится у нас на карте. Муши отсюда улетает. Продолжение у нас абсолютно равной игры. По голде 0. По экспириенсу тоже 0. Небольшой плюсик в пользу команды Малайзия. Практически незаметный вообще даже на графиках. У Куху уже появляется Demon Edge. Выходит, Куху, скорее всего, в МКБ. Сложно представить, что здесь на 27-й минуте может появиться Рапира. А с другой стороны, ситуация для команды Малайзия такая, что нужно принимать какие-то дикие вообще решения. Иначе выиграть у IG просто так не получится. На скилле точно не получится выиграть. Потому что скилл IG, как ни крути, выше. Кто это там Манауру даёт? Вот кто даёт Манауру. Тролль-жрец. Кому он принадлежит? Он принадлежит Гирокоптеру. Гирокоптер взял себе тролль-жреца. Да, очень полезный герой. Ну, я думаю, скорее всего, для Вижена. Просто вместо Варда. Падает Рошан. Второй раз у нас уже падает Роха для Гирокоптера Аэгис. Игра плавно в свою пассивную стадию входит. 29 минут сыграли. Близко, может, к получасу. Игра очень ровная. 10-12 счёт. И ничего не происходит. Только появляются артефакты. Этериал появляется на морфинге. У Гирокоптера есть 2 200. Ну и сейчас уже, в принципе, с этой пачкой нейтра... Ээээ... Эншентов должен появиться МКБ. Если это будет, конечно, МКБ. Скорее всего, да. Появляется один джевелин. Второй уже сконцентрирован в данных крипах. Тролль-жрец, да хиль же ты. Хильгера-коптера. Куда он вообще без тебя? Как он без тебя? Понеслось. 5 маны, 15 хп. Как бы куху жил без этого троля. Сконцентрирован в данных... Смокут, команда Малайзия. МКБ прилетает к Гирокоптеру. Надо реализовывать преимущество. Будут байтить на него или байтить на Эггес. В принципе, Эггес есть. После него сразу же выходишь в БКБ и файтишься. Необходимо забайтить на куху. Это прям вот... Вообще, как воздух необходима команде Малайзия. Если не так, то непонятно, как с Айджи бороться. Гирокоптер на мидлейне. Здесь по-прежнему под смоком вся команда Айджи. Есть, если что, даггер у Дарксира. Ворваться можно в любой момент. Джонни подходить близко не надо. Джонни надо сдалека давать хенд оф гад, потом приходить меккой все хилить. Дальше куху. Дамажит Тауэр. Понимают же прекрасно Айджи, что где-то здесь находятся его друзья. Хотя вроде заваржено все здесь малазийцами, но и понимание, где конкретно находятся друзья куху, я думаю, имеется у всех. Куху на Эншентов. 1200 по голде. По-прежнему первое место по фарму. На 2000 опережает Бернинга. Преимущество команды Малайзии в том, что Бернинг бьет по одному герою, хотя и очень-очень сильно. И раскастовывается, и выключает одного героя. Ну, то есть, бить может по одному, раскастоваться в другого. То есть, минус 2 делает. А у малазийцев куху бьет по всем за счет слэккэнона. И бьет по всем очень сильно. Дэмэджа Тьма Тьмущая. И очень много вообще раскаста у команды Малайзия. Клопа, который орет на всех. Леон, который подкоп может дать по всем. Ну и, конечно же, Дарксир. Тоже на всех. Индивидуальных каких-то спилов у Дарксира нет. Только АОЕ дэмэдж. АОЕ дэмэдж. Вместе с машинкой Куху решил подойти к Тауру. Надо дождаться крипов и дождаться своей команды. Уже нарисовали игроки команды IG, а именно Чуань. Куда вообще перемещаться и где будет файт. Чуань пытается крипов на себя затащить. Но здесь есть три совы, здесь есть сатир. Тауру, кому танковать, есть. Правда, вот Шрапнель чудеса просто творит с командой IG с ее украденными в лесу мобами. Ну, пока что Тауру еще живет, но это последний удар для Куху. Кси, стопит Куху. Ливен Кармор провязали. Ну, Куху полегче будет таким образом забрать Тауру. Тауру еще и хилится. И что отправляет у нас член Герокоптера на базу? Тауру будет донатиться. Что за шутки вообще? Попа в это время забирает Морфлинга. Ого. На Мидлейне отправили Морфлинга у нас в таверну. Через Сайленс раскастовали всем, чем было. Соник Вейв туда же, ну. Круто. Малазийцы Майнкерри развалили без своего Майнкерри. Снайпер в это время забирает Дарк Сира. Есть Хекс, нет Хекса. Снайперу Фиолетово абсолютно. Дарк Сира умирает, умирает Морфлинг. По итогу, конечно, размен в пользу команды Малайзия, потому что Бернинг подороже был персонаж. У Дарк Сира 10600, у Бернинга 14200, 14300. Куху по-прежнему в топе у нас. Почти 17000. Эггис пропал. Все, Эггис Герокоптер распадает. Рохи не будет у нас очень долго. Еще 5 минут с копейками. Не то, что Эггис свалился с Куху, все знают. Можно файтиться. В инвизе здесь Кси. Эхо слэм по Куху. БКБ включай, не включай. Куху здесь разваливается. Просто пошел и нафидил. Хрен знает что вообще. Сначала Бернинг, теперь Куху. Майнкерри, которые вообще не должны умирать после 30 минуты. За это руки надо по локоть вообще ломать. В итоге они позволяют себе один погулять за рекой. Морф второй тоже погулять за рекой. Еще и на самом дальнем лайне от команды Малайзии. Близко даже никто подойти не мог. Никаких товаров рядом нет. Здесь хотя бы Т2. Т1 точнее имеется. На котором можно прилететь и подсейвить этого Рохи. А по факту Куху отправился у нас так далеко, куда доступа ни у кого. Из команды Малайзии не было. Этот бред может реально стоить команде Малайзии вылета из верхней сетки. То есть у них и так ситуация очень скользкая. В составе команды IG мощнейший вообще рассказ. У IG два крутых керри, которые в лейту выходят без вопросов вообще убер дэмэджем. И Бернинг, и Снайпер. Со стороны команды Малайзии только один керри. Этот керри позволяет себе просто-напросто умирать на ровном месте. Бернинг через репликейт отправляется на Т2. Дальше фармить. А внизу здесь ситуация для фарма просто великолепная. 261 крип у нас у Бернинга и 256 для Куху. Герокоптер бьет по всем. Напомню, Бернинг бьет одну цель. Герокоптер бьет всех. Тем не менее, опережает у нас Куху. Ну, потому что это Бернинг. Потому что этот герой, этот игрок. Команда IG по фарму, ну, один, наверное, топ-10 точно в мире даже не обсуждается. Бернинг очень известная личность в китайской, вообще в мировой доте. И известен исключительно своей, я бы сказал, образцовой игрой на керри. Такой очень классической, мощной, безошибочной игрой. Немного каких-то нестандартных решений. То есть это не хвост, который там с двумя-тремя рапирами на герокоптере скачет. Вот. Это стандартные сборки. Это мощный фарм. Это абсолютно четкий тайминг. Ну, все, в принципе, по канонам. Смотришь на этого морфа, понимаешь, что так никогда тебе не играть. Если где-то выстрелить на каких-то артефактах, нестандартных решениях, да, пожалуйста. Здесь никаких нестандартных решений, все очень просто. Если надо все время обращать внимание на своего героя, иметь стопроцентную концентрацию и улетать на репликейте, там, на последней секунде, избегая вообще любого раскаста Леона или кого угодно, Бернинг это делает. Если надо контролить репликейт, так что репликейт тоже фармил там, или, наоборот, сейвил тебя не просто как попало, а перемещал в ту точку, где будет лучший фарм, где ты будешь в более безопасном месте, Бернинг этим тоже занимается. Ну, правда, кажется, единица очень серьезная и каноничная в некоторых вопросах по управлению мейнкерри. Рошан появится через почти две минуты. Малозийцы там рановато немножко залезли, Муши постоял на клипе и ушел оттуда, потому что понял, что ничего страшного, ой, ничего интересного там происходить не может. Чуань жмет у нас на паузу, говорит, что кто-то в их канале. Я так понимаю, чьи-то голоса слышат. Чуань, так быть не должно. Надеюсь, все в команде IG слышат эти голоса, а не только один Чуань. Субтитры создавал DimaTorzok Увидел, как моргает Лина, хотел проверить, моргает ли снайпер. Проверишь здесь, моргает или нет? Думаю, да, конечно. Но мы этого никогда не увидим в данной маске. Давайте по героям пробежимся, пока есть время. По артефактам есть МКБ, есть Сенжин Яша для Феррари на снайпере. У Чуани есть Форстаф, Транквил Буци, Урн оф Шадоуз. Для Бернинга уже есть Терриал, есть Линка, есть БКБ, вот только-только прилетел. Ну и Аквила и ПТ пока что достаточно. У Тренд Протектора есть Даггер, Аркан Буци, 1000 сверху для Фейта и Кси. В БКБ выходит Даггер уже имеется, Медас тоже для Кси есть. Игра заходит в такую стадию, когда этот Медас уже окупил себя 500 раз. У Кецек МБ на Квин оф Пейн. Оркет, БКБ 10-секундный, Пауэр Трэдс, Боттл и Мэджик Вунд до сих пор Мэджик Вунд. У Квапе это говорит на самом деле о том, что недооформленная Квапа, и это как бы не стало проблемой для Малайзии. На первом месте по-прежнему Куху, но разница, обратите внимание, разница между Феррари и Куху составляет всего лишь 100 копеек. Уже не составляет. Уже снайпер вырывается вперед. Феррари обгоняет гирокоптера. По левелу Куху пока еще выше, но Куху у нас бесполезные перемещения по карте делает. Файт Малазийцы так и не навязали. Я не видел здесь вакуума, стенки, кулдауна и всего остального туда, и подкопа по пятерым. Охайо немножечко кривит в данном случае. Бернинга видят, у Бернинга репликейта, кстати, и нет. Эхо-слэм от Кси, в пустоту вообще. Пошла драка, Бернинг включил БКБ. Кецикимба под БКБ, Кецикимба разваливается. Ставится стена у нас от Охайо. По ком? Непонятно. Куху флэккэннон включил. Куху развалили. Квапу развалили. Охайо на лоу-хп, Бернинг за ним. Трипл килл от Феррари. Дождались. Ждали, пока снайпер нафармит. Все получилось, снайпер нафармил. Вынимайте. По золоту в данном файте полторы тысячи для команды Айджи. И пять стоп по экспириенсу. Против тысячи четыреста от команды Малайзия. Ну что? Я думаю, что Айджи близки к завершению данной игры. Был шанс. Гиро-коптер имел преимущество. Имел серьезное преимущество. Теперь Гиро отправляется на третье место. Потому что в последняя вообще возможность от команды Малайзия. Кси на лоу-хп. Кецикимба обрывается на роху. Нарал на всех. Феррари на лоу-хп. Но Феррари фиолетово. Насколько он лоу-хп. Кецикимба разваливается. По шрапнелю. Влетает сюда куху. Получает от Чуаня. Лагуна Блейд минус куху. Нет байбэка у куху. И не будет куху 80 секунд. И байбэка не будет еще 5 минут. Ну. Опрометчивое решение от команды Малайзия. Пофайтиться не удалось на Рошане. Чуаня решил все вопросы самостоятельно. Просто лагуна Блейд, а дальше снайпер. Кстати, снайпер-то и не умер. Или умер. На ком Аэгис. Нет морф забрал Аэгис. Снайпер не умер. Он стоял и дрался против куху. И куху ему дэмэджа вообще не нанес. Проскакал у нас в хиксе спокойненько. И отъехал второй раз. 40 минут сыграно. По голде. За последние 10 минут. 10 тысяч выигрывает IG. По экспириенсу 12 тысяч за 10 минут. Тоже в пользу Инвиктус Гейминг. Малазийцы просто-напросто доигрались. Они думали, что у них... Ну, они, наверное, не думали, да, что у них азиатская дота. Понятное дело. Но они расслабились и позволили IG сделать то, что они умеют великолепно. А великолепно китайцы умеют фармить. Это не проблема. Они фармом всю свою жизнь занимались. Они дрались реже, чем фармили. Для них дота это заработок огромного количества денег и трата на крутые шмотки. А потом с этими шмотками делись уже как супергерой вообще какой-то игры. По такой схеме действует IG, да и все. IG, LG, D, там Ньюби разве что феноменальные стали в прошлом Интернешнле. Но к этому сама игра обязывала. Те, кто без шмоток за 15 минут сносили своих оппонентов и выигрывали миллионы долларов. В целом китайская дота, ну вы знаете, чем она славится. Она славится большим количеством фармов. Огромными нетворсами. И вообще колоссальных масштабов ГПМ. Куху ловит у нас ульту от снайпера. Чуть-чуть просел по хеллспоинтам. Ну, не критично на самом деле. Но подойти Куху тоже сюда не может. Квапа у нас стоит на хайграунде. Где у Хайо. В спину будет заходить Сатирмучитель. Или во вражеский лес. Пошел фармить Сатирмучитель. В это время падает Т2 для команды IG. Забирают они Т2 малазийцев на мидлейне. Мид подпушен под хайграунд. Просто заходи и бери. Нет, идут на топ. Есть здесь Т2 и Т2 еще с Т1 даже на нижнем лайне. Ну, небольшой задел себе оставили по золоту. Дополнительные золотовалютные запасы для коллектива IG. Теперь товара будут падать очень быстро. Потому что демеджа слишком много с руки у каждого игрока команды IG. Просто подойди к товару, забери его. Заработай 2000 на ровном месте. Морф опять. Ни грамма демеджа не получил. Далвей форму летел на репликейт со своей командой. Теперь пойдут на Т1. То есть сплит пуш под сейв себя. Файты. У IG это все получается великолепно. Они и правда один из лучших коллективов в мире вообще. В нынешней доте. И малазийцам нельзя было давать им спуск вообще ни секунды. Что теперь делать непонятно. 16 тысяч IG. За какие-то... Сколько? Да за 6 минут. За 6 минут заработать 12 тысяч по золоту. И до этого еще пятерку отыграть за 3 минуты. Ну и дальше продолжение. По экспириенсу 18 тысяч в пользу IG. Бернинг с Феррари просто-напросто съедает Тауэр. По куску. 3-4 укуса. Каждый Тауэра нет. На хайграунд готовы уже заходить IG. Молодецы доигрались. В спину пытаются зайти. Возможно это последний шанс. Возможно. Возможно это даже и не шанс. Но будем смотреть. Попадает у нас под рассказ Муши. Муши ловит ульту от снайпера. Куху по двоим кулдаун. Минус 2 уже делают. Шейкера и Чуаня развалили. Но здесь Морф начинает наваливать. Феррари. Под БКБ. Минус. Квапа. Минус Чен. Куху на лоу хп. Если Куху умирает, это гуд геймл плей. Минус Куху. Минус 3 делает команда IG. IG Бёрнинг. Дальше за Охай. У Бёрнинга куча дэмэджа. При этом огромное количество хп. Фейт жив. Все живы, кроме Чуаня. Все живы, кроме Чуаня. Шейкер выкупился уже здесь. Не дали их ослэм провязать к Си. Сейчас будет еще возможность. Команда IG должна заходить на хайграунд. Байбека у гирокоптера не имеется. И не будет еще 2 минуты. За это время и 1, и 2 лайн свалятся. Я думаю это нижний лайн и Т3 минимум на миде. Ну скорее всего Т3 и бараки на мид лейне. Так что мне видится минус 2 стороны на базе команды Малайзия. IG примерно я думаю та же схема в голове. Отпушивают здесь крипов в Мушио Хайо. Нафига вообще крипы в команде IG. Есть кому танковать. Крипы чтобы бить Тауэр не нужны. Потому что крипы уже есть на базе. А чтобы бить бараки, крипы подавно не нужны. Да и танковать на 45 минуте может любой игрок коллектива Invictus Gaming. Минус вторая сторона. Просто ТПшится на Т2. Теперь и сносить третью сторону. Дерутся IG лучше. Чувствуют себя увереннее. Не дождались даже появления Куху. Не стали подставляться под Queen of Pain. Без риска. Спокойно, без шансов, без вариантов. Для Малайзии свое заработать-заработать. Толливуд у нас приобретает Бёрнинг с Башер. И я думаю там же где-то будет Абисал Блейд. Курьер вряд ли сейчас несет Башер. Хотя вот сейчас уже принесет Абисал Блейд Бёрнингу. Сам по себе Башер ценности для Бёрнинга не представляет. А вот Абисал 100 дэмэджа и встроенный стан. Это уже хорошо. Морф, я думаю, к таким вещам себя всю игру готовил. Ну по Нетворцу давайте посмотрим. Первое место Снайпер 27300. И пожалуйста, Куху, который выигрывал всю игру на 2, на 3000. Который держался молодцом. Теперь проигрывает Снайперу 10300 голды. 10 тысяч. Два хороших, серьезных артефакта. Два слота проигрывает. По Снайперу так особенно не скажешь. Но у Снайпера постоянно деньги на руках. Феррари себе дэмэдж еще в Курьере носит. Может даже здесь появится... Непонятно, что здесь может появиться. С Инжиньяшу можно Снайперу выложить и добрать себе криты. Или МОМ наконец-то выложить. Не обязательно вообще. Если будет Левен Кармор. На нем постоянный. То посмотрим, как закончится этот файт. Может сейчас упадет третья сторона. И докупать ничего Снайперу не понадобится. Малазия уже неадекватные вещи начинает абсолютно творить. Отправляет на базу ученого геррокоптера. Просто, чтобы тот спушил через рокет бараш крипов. Но это... Это от бессилия, как мне кажется. Айджи опережает своих соперников на 27 тысяч по золоту и 20 тысяч по экспириенсу. Только не надо фармить Айджи, я вас прошу. Игра по сути уже окончена. Просто беги и бей. Ухайо тоже классно себя на самом деле проявил. Есть Шива, есть Хекс. Всего предостаточно для Ухайо. А команда дно. Да, пускай на фоне Айджи. Но в данной игре действительно... Малазийцы сделали непростительные ошибки. Дать возможность Айджи фармить 15 минут. Чтобы потом не знать, как вывести данный файт. Ну, примерно к этому Малазия и шла. Вы видите по графикам. Они выигрывали 36 минут. Выигрывали по золоту. А потом в какой-то момент просто раз и подарили 26 тысяч голды Айджи. По экспириенсу та же история. До 30 минуты не было вообще проблем. У команды Малазия держались очень ровно. Был шанс Гирокоптеру выйти у нас с Супертерминатора. Не получилось. И вот, пожалуйста, результат. 22 тысячи по золоту. Малазия теперь терпит. Мидлейн на соплях. Здесь Низа давным-давно нет. И топлейн тоже без внешних товаров. Просто заходи и забирай. Кси уже готов заходить. Посмотрим, как получится с функцией забирай. Ну что, Кси, будет ли врыв? Врыв в Куху. Эхо слэм. Не жалей. Ульта у нас от снайпера. Куху. Без байбека. До свидания, команда Малазия. И увидимся в нижней сетке. Куху без байбека. Поэтому IG 100% будут заходить на хайграунд. Либо это будет мидлейн, либо это будет топ. Без разницы на самом деле. Танковать есть кому у Бёрнинга. Бёрнинг даже по хп на самом деле не будет здесь проседать. 27 дефа. 2000 хп. Просто хилингвард на него вешай. Бёрнинг вечно молодой, вечно живой будет. Всё, Бёрнинг разваливает Т3. Мидлейн пока ещё стоит. Но это вопрос 1-2 секунд. Падают бараки на топ-лейне. Перемещаться на нижний лайн. Так, врыв пошёл у нас от Охайо. И Охайо просто под пулемётом от Феррари здесь разваливается. Бёрнинг дальше за Джонни. Один удар. Нет, Джонни. Продолжение. Дальше на репликейт. Дальше за Кецекомбой. Всё. Команда IG оказалась намного сильнее. Вот классный рассказ, конечно, от Охайо. Правда, после надписи «ГГ» я бы это даже не засчитывал. Нашла коса на камень. Команда Малайзия не знала себе равных в Азии. Но тут совсем другая история. Азия не заканчивается Малайзией, Филиппинами, даже Австралией, которая там участвует. Азия ещё включает такую страну, как Китай. И вот в Китае самая сильная команда является на данный момент IG, как показывают последние турниры. Этот коллектив вообще не стал даже с Малайзией сильно меряться силами. Разобрались очень быстро. Малайзийцы у нас падают в сетку лузеров. IG продолжают двигаться дальше по венорам. Всё у них складывается как нельзя лучше. Сейчас скажу, что там у нас вообще по сетке. Малайзия отваливается вниз и попадает на... Попадает на команду Alliance. Насколько я понимаю, Тинкера будут здесь играть с проигравшим парой Вичи, Гейминг и Клауд. Ну и всё. А дальше посмотрим, как у Малайзии получится. Сикретов они в нижнюю уже отправили. Сикреты после этого Alliance проиграли и вылетели вообще из турнира у нас на ранних минутах. Теперь посмотрим, что будет с командой Малайзии в нижней сетке. Ну, может быть, попадаются ещё хотя бы в топ-4 попасть. По-моему, они достойны этого. Это лучше, чем Лондон, чем Тинкер, чем Alliance. Мне кажется, тоже лучше. Где-то топ-4, мне кажется, должен светить данному коллективу. Узнаем. Узнаем уже попозже. Ну что, на сегодня я с вами прощаюсь. Услышимся мы с вами уже завтра. Анонсы наблюдайте в нашей группе ВКонтакте. И воды все на канале YouTube. Я думаю, вы прекрасно об этом знаете. Немножко ещё. Завтра будем на ГГ-плеере. В понедельник вернёмся на Twitch. Там уже будет можно. Услышимся завтра. Пока что смотрите StarLadder. Наслаждайтесь интересной дотой. Это с вами студия ИгрокамТВ. У микрофона друг. Меньше играйте в доту. Больше читайте книгу. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok